Я уже тоже училась. Да, я шла с занятий, и потом вспомнила, что надо будет пойти в Союз писателей Казахстана. Там собирается такое торжественное собрание, посвященное реабилитации писателей. Это Сакена Сихулина, Ильяса Джон Сугурова и Беймбета Майлина. Я после занятий пришла, конечно, места мне не нашлось, но и там люди сидели на подоконнике, я тоже забралась на подоконник. Зал был битком набитый. И так вот, президиум или там столики какие-то стояли, они были не заняты. А впереди, перед трибуной этим, перед сценой, сидели все эти маститые писатели. Я так приблизительно знал их. Вот, народу было очень много, и в этой зале стоял такой шум, гомон. Значит, что-то люди, видимо, очень так переживали, обменивались впечатлениями. В общем, там шум стоял все время. Ну, а потом вдруг, значит, зашел на трибуну Габит Мусрепов и пригласил войти в зал жен реабилитированных. И вот, когда вначале зашла жена Сакена Сейфулина, жена Сакена Сейфулина, имбета Майлина, они прошли, там сели за трибуны, а потом через некоторое время вошла моя мама. И вот, когда она вошла, весь этот гомонящий зал, знаете, все моментально притих, она зашла на трибуну. Ну, потом до нее говорили, и Сакен Сейфулина, имбета Майлина. Ну, я не очень все понимала и не очень слышала, потому что шумно было. А когда заговорила моя мама, это было потрясающе. Она встала на трибуну, она была очень элегантно одета. И вот у нее такой, знаете, взгляд был, она смогла, вот весь зал сразу замолк. И она, у нее такой гипнотический прямо взгляд был. И люди все почувствовали. Она начала говорить, и сразу же она указала. Ну, она так поблагодарила Хрущева, казахстанское правительство, так вот. А потом вот стала показывать пальцем на каждого, кто сидел перед президиумом в первом ряду, и говорила. «Ты написал донос на Ильяса, ты выгнал семью его из квартиры и занял его квартиру, ты присвоил тебе труды Ильяса такие-таки-то». Знаете, это было настолько неслыханно, настолько ошарашивающе для всех. И вот в такое гробовое молчание в зале, и она продолжала это говорить, вот про каждого из них там, кто что в свое время сделал. А потом в таком же молчании она сошла с трибуны. Ну, а потом что-то там происходило, где зал взорвался, там был такой шквал каких-то возгласов, выпли. И так далее.